Друзья, если вы увлечены рыбной ловлей, то сегодняшнее видео адресовано именно вам. Сегодня у нас на обзоре эхолот, который поможет в вашем хобби, в вашем увлечении. При помощи данного устройства вы сможете определить не только глубину водоема и вид дна водоема, а также определить, какая рыба проплывает, на какой глубине и в каком месте нужно ее ловить. Весь комплект поставки находится перед вами. Все это помещается в данную коробку, включает кейс для переноски эхолота, для переноски аксессуаров это кабель для зарядки, вот такие вот крепежные винты, а также инструкция. Что нужно отметить по поводу инструкции, то помимо, как мы привыкли, инструкции на английском языке, для потребителя вложена инструкция руководства пользователя на русском языке. В общем-то, достаточно все подробно описано, как устройство работает, как оно подключается, так что тот, кто приобретет данный эхолот, у него не возникнет никаких сложностей с его подключением, настройкой и использованием. В комплекте идет вот такой вот кабель для зарядки эхолота, штырьковый разъем и USB. Заряжается он от напряжения 5 вольт. Это может быть ноутбук, поэрбанк, то есть, если даже где-то во время эксплуатации у вас разрядится аккумуляторная батарея, подключаете к паэрбанку и заряжаете. Лишнее я уберу в сторонку, так как оно нам не потребуется. Зарядный кабель, ну пусть пока полежит здесь, крепежные винты, мобильный телефон, так как мы будем устанавливать приложение, при помощи которого будем отслеживать косяки рыб. Коробочку уберем тоже в сторонку и поближе пододвинем вот такую вот плошку с водой. Я вам скажу, для чего она нам пригодится. Итак, само устройство поставляется вот в таком кейсе. С ним ничего не случится. Я имею ввиду с устройством, так как здесь специально есть такая ниша, куда он помещается. Кабель для зарядки в кармашек. Так что вот такой вот кейс, он идет в комплекте. Так, друзья, давайте будем разбираться с самим устройством. Состоит устройство из двух частей. Верхняя часть, надводная и подводная часть. Что касается надводной части, здесь имеется логотип производителя и вот такое вот резьбовое отверстие для того, чтобы установить сюда вот такой вот крепежный винт. Вот так вот закручиваем. И через это ушко можно прикрепить леску, либо веревку. И вы сможете транспортировать по водной глади устройство при помощи вот этого вот крепления. Но, как вы обратили, у нас в комплекте два таких крепежных винта. Также в подводную часть эхолота в резьбовое отверстие закручиваем крепежный винт. И вот это у нас вот так вот примерно происходит. Здесь крепится, здесь крепится. То есть потерять невозможно. При раскручивании, что мы, друзья, видим? Видим модель F68. Заряжается от напряжения 5 вольт. Как я уже говорил, для зарядки имеется кабель. Подключается вот в этот вот разъем. И далее уже куда-то в USB разъем, либо в Powerbank, в ноутбук. Вот так вот происходит зарядка. Полного заряда хватает на 5 часов работы эхолота. Рядышком с разъемом для питания находится Bluetooth-антенна. Что касается Bluetooth, здесь Bluetooth установлен 4.0. И позволяет связывать устройство с телефоном на удалении 30 метров. Ну, где-то я встречал еще в отзывах, что и на 40 метрах работает. Сложно мне это утверждать. Я придерживаюсь инструкции, в которой говорится, что Bluetooth действует на расстоянии 30 метров. Так, все. Здесь мы можем закрутить. Так как больше нам смотреть внутри нечего. Резиновый уплотнитель. Подтягиваем, чтобы не проникала вода внутрь эхолота. Так, что же имеется на нижней части? Здесь имеется светодиод, который включает подсветку. И когда эхолот у нас находится в воде, вы можете включить подсветку при помощи мобильного телефона. И луч будет служить приманкой для рыб. Далее, вот здесь вот сенсор самого эхолота. Он работает под двумя углами. Сейчас я вам это покажу. Угол 45 градусов и 15 градусов. Так, и рядышком находятся два вот таких вот контакта. Контакты, датчики воды они называются. Служат для того, чтобы, когда устройство попадает в воду, контакты замыкаются и устройство начинает работать. Когда вы извлекаете из воды и протираете, допустим, тряпочкой эти контакты, то они размыкаются и устройство прекращает работу. Так, в общем-то, все по эхолоту. И сейчас давайте будем устанавливать мобильное приложение. Так, вот, друзья, смотрите. На обратной стороне руководства имеется название приложения для App Store, Google Play, у меня устройство I.O., значит, в App Store забиваем название приложения. Все, приложение загрузилось. Открываем. Так, подтверждаем, что мы прочитали. Окей, поиск устройства. Для включения мы должны погрузить устройство в воду. Погружаем. Ну, здесь, я думаю, что никаких данных у нас не будет, так как эхолот работает на глубине от 80 см до 60 м глубину. Все, установилось приложение. Вот наш эхолот посылает сигналы. Что мы здесь видим? Ну, вот этот показатель 0,7 метров, сейчас он не корректен, так как, ну, сами понимаете, тут нет никакой глубины, просто он показывает минимальную, так как луч происходит многократное отражение, поэтому сейчас это некорректно. Когда мы опустим на глубину более, вот как тут показывает 0,6-0,7 метров, тогда он уже начнет отображаться корректно. Уровень сигнала 80%, температура воды 25,5 градусов, подключены по блютуз, сигнал хороший, уровень заряда батареи. Далее, что? Но когда будут проплывать рыбы, это мы с вами тоже проверим, здесь будут отображаться рыбки, в соответствии от величины большие и маленькие, и также глубина, на котором расстояние от поверхности воды находится рыбы, их размер. Здесь у нас увеличение, уменьшение сигнала, звуковое оповещение. Вот сейчас я отключил. Когда будут проплывать рыбы, будет работать звуковой сигнал. Это диапазон, на котором работает эхолот. Здесь мы можем выбрать отображение рыб. Пусть у нас рыбы и останутся. Увеличение, вернее сказать, масштабирование. Ну, это уровень сигнала. Также можем всё остановить на паузу. Далее идёт сканирование. Вот это вот у нас включается подсветка. Видите, зелёный огонёк, зелёный-синий огонёк горит, но он такой, радужная такая у него расцветка. Зелёный, синий. Фиолетовый. Что касается подсветки. Можно отключать. И здесь имеются системные настройки. То есть чувствительность, чистота. Всё-всё-всё здесь можно подстроить под себя. Так что, вот, друзья, такое устройство я вам хотел сегодня продемонстрировать. В общем-то, я всё рассказал, что о нём знаю. Ну, в общем-то, всё, что содержится в инструкции, сложности у вас с подключением не должно возникнуть. И сейчас нужно просто нам подойти к какому-то водоёму, забросить эхолот и посмотреть, как он работает. Я же с вами прощаюсь. Всем удачи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!